Что происходит? Здравствуйте, Александр. Это красиво. Вы что, там ошалели все, что ли? У вас было ощущение, как будто вы испачкались в грязи? Почему меня не посадили за это? Я не был сильно пьян в тот момент. Вы бывали в гостях у Путина? А я бывал. Давайте кто кого. Когда мы договаривались об интервью, вы сказали посмотреть или пересмотреть программу «Хмурое утро». Почему? Ну, во-первых, я считаю это лучшим, что я сделал на телевидении за все время. Учитывая, что появилась она сначала на радио, а потом обросла еще персонажами и уже можно было как-то ее предъявлять. Во-вторых, мне кажется, что это такой прообраз того, что сейчас происходит в интернете. Тогда ведь хочу напомнить, ничего кроме живого журнала не было. Никаких соцсетей, никаких даже попыток разместить видеоконтент. И мне представлялось, что такое пространство, которое вот там было создано в этой программе, оно как раз и стало во многом определять то, что сейчас происходит в блогах. А вам кажется сходством, потому что и то, и YouTube — это такое One Man TV? Во-первых, это One Man TV, несомненно. Во-вторых, это не программа, не передача в телевизионном смысле, это некое пространство. — На стрим похоже очень. — Да, на стрим похоже очень. И когда из этого пространства просто куски выдаются в эфир, но такое ощущение возникает у зрителей, по крайней мере, я так думаю, то это тогда производило очень странное впечатление, очень странное. — Как вы это придумали? — Ну, во-первых, есть Howard Stern в Соединенных Штатах Америки. И когда я вернулся, я подумал, что его вот эту манеру подавать информацию и размышления можно было бы чуть-чуть и попятить. — Адаптировать? — Адаптировать, да. Что я и сделал сначала. Вообще программа-то замышлялась, меня позвали на «Серебряная дочь», чтобы я учил людей английскому языку. Ну так. А потом выяснилось, что я этим заниматься не хочу. А потом как-то началась импровизация сплошная. Времена-то были хорошие в этом смысле, в смысле импровизации. Никакого неба над головой бетонного точно не было. То есть неси любую пургу, и она будет востребована, поскольку это было совершенно новое телевидение, совсем другое. И радио тоже. И вот так шаг за шагом, персонаж за персонажем. Хочу напомнить про времена-то еще, да. У нас была рубрика «10 минут с президентом». Появилась она так. Значит, Медведев, который был пресс-секретарем у Бориса Николаевича, ну, журналист, который сейчас на «Звезде» работает, он на какой-то день рождения дождя приехал и сказал, мне осторожно сказал, «Борис Николаевич в машине, когда едет на работу, слушает только вас». Ну и все. У меня был приятель на Рублевке, у него еще приятель, кто-то еще. Как только кортеж выезжал, а ехать им там было 17 минут посчитано, мы включали прямой эфир «10 минут с президентом». То есть любой человек, который позвонил в эфир, мы же знаем, что Ельцин слушает, имел возможность без цензуры, без всего, обратиться к Борису Николаевичу с просьбой, с возмущением, с криком, за благодарностью. Пожалуйста. Прикольно. Шалили. У «Серебряного дождя» был юбилей, и вам там показали запись первого эфира «Хмурого утра». Вы слез не смогли сдержать? Ну, смотрите, это же был, по сути дела, первый проект, который я делал, вернувшись из Америки. То есть я был абсолютно не адаптирован здесь, за исключением того, что кто-то, очень небольшое количество людей, смотрел программу «Нью-Йорк, Нью-Йорк», которую я там делал. А тут мне поступило довольно щедрое предложение. Щедрое не по деньгам, конечно, не в этом смысле совсем. Но так или иначе, я в него вцепился. То есть это был прямой акт творчества. Это то, чего я давным-давно уже лишён, по крайней мере, на телевидении. Поэтому, видимо, тогда я и не сдержался. Когда вы плакали в последний раз? Какой-то смотрел мелодраму по телевизору. Месяца два назад, наверное, да. И что-то пробило прям. Можете вспомнить на зоне? Не. Щёлкала-щёлкала какая-то сцена. Русское кино? Иностранное? Нет, иностранное. Это какой-то был то ли английский фильм, может даже сериал, я не знаю. Мы находимся у вас дома? У меня. Сколько вы строили этот дом? Три года. Это ваш проект? Ну, у меня был профессиональный архитектор, мой родственник, который осаждал меня, пытался сделать так, чтобы я не сильно фантазировал. Задумка была очень простая. Я терпеть не могу заборы, тем более глухие заборы. Мне нужно было сделать так, чтобы частная жизнь во дворе этого дома охранялась самим домом. То есть он как бы был… Ну, скрывал то, что здесь происходит, от людских глаз, вот и всё. Как вам достался этот участок? Вот там канал имени Москвы. Угу. И у вас выход прямо к воде. Ну, это не мой выход, надо понимать. 20 метров так называемого «бечевника» — это общая территория, которая может воспользоваться любой желающий. Я просто не ставлю заборы, но это не моя территория, это территория государства. То есть сбоку может зайти любой? Да. И тут, кстати, вот этот забор, который был построен всё-таки, рабица, да, он был построен от собак, которые раньше жили вот в соседнем доме, а не от людей. Там в конце есть калитка, которая не закрывается. Ну, то есть претензии ко мне предъявить нельзя, я никому не перекрываю вид на воду и доступ к воде. Там есть причал. С причалом отдельная история. Для того, чтобы причал поставить на учёт, а он нуждается в учёте — это сильная главная боль. Поэтому пришлось соседам брать воду в аренду. Ну, то есть это не так просто жить на первой линии. Прям совсем непросто. А искал я этот участок полгода. Каждый день после работы ехал и искал. Ну, с риэлтором каким-то там. А потом ещё полгода сомневался, не отберут ли. Из-за первой линии? Ну, да. Во сколько участок и весь дом вам обошлись? Скажу вам так, что здесь по тем временам, когда я покупал, сотка стоила миллион рублей. Здесь их десять? Здесь одиннадцать почти. Сколько стоит построить дом? Я уже не помню, если честно. Цены были другие. Сейчас же безумие какое-то. Сейчас всё в четыре-пять раз в сравнении с теми ценами выросло. И тогда-то росли. Но я как-то успел купить стройматериалы. Дом-то был поставлен быстро. То есть ребята, как обещали, они поставили коробку за три месяца со всеми коммуникациями и так далее. Потом началась отделка. И кончились деньги. Ну, вот так вот. Мало-помалу. То одно, то другое, то третье. А деньги-то эти у меня появились тоже. Был такой сериал «Умник», который, к счастью, мало кто видел. Я там был в главной роли. У меня было сто шестнадцать, по-моему, съемочных дней. Даже при моем скромном гонораре тогдашнем сумма вышла как раз для того, чтобы купить земли и начать дом строить. Потому что иначе где их было взять? Вы соглашались на этот сериал специально, чтобы построить дом? Или у вас была творческая амбиция? Нет, творческой амбиции у меня не было. И я, кроме того, все-таки работая в кино, я понимал, что это такое. Когда ты из кадров в кадр прыгаешь, у тебя выходных нет, у тебя 12-часовой рабочий день, понятно. И съемки происходят зимой. Это была каторга, все-таки, надо сказать. Прям реальная каторга. Я, конечно, из-за денег, из-за чего еще. По соседству в коттеджном поселке дома стоят 120-140 миллионов рублей. Вы свой оцениваете в похожие деньги сейчас? Я не оцениваю, потому что я не собираюсь его продавать. Мы в Полушкино, на западе Московской области. И главная местная достопримечательность – это карьеры. По легенде, из известняка этих карьеров строили Белокаменную Москву. Москва-река находится вот прямо в 10 метрах от нас. Это очень важное место для наших Серег. Мастер спорта по спорту Серега Фирсов здесь делал первые шаги в альпинизме. А потом обучал Серегу Лынкову. Смотри, какой эффект. Смотри, смотри. Прыжинку не разбалтывай давай. Смотри, сейчас мы аккуратно с тобой идем вот туда, ближе к краю. – Все. Все? – Уху! – Тема! – Ну, ничего, сейчас тебе будет не так здесь. – А чего сейчас будет? – Спускаться ты научился? Сейчас мы тебе покажем, как подниматься. Называется жумар, наверно, поднимается и не сцепляется. Ты же любишь подтягиваться – вот сейчас тебе будет подтягиваться. – Смотри, вот я сейчас раз – пристал. Вот. Я вышirdi вустить раз, пришли встал. – Выше встал. – Современные на время – контез на время. Ну чё, мясо надо кушать просто, а? Кстати! Наступает наша награда за уроки альпинизма. Говорят, это так просто, что получится даже у меня. Когда прогреется до 250, значит можно жарить. Итак, первый стейк идёт в бой. И третий. Вебер – крупнейший в мире производитель грилей. Именно с Вебер началась мировая история грилей, когда в 1952 году основатель компании Джордж Стивен сделал первый сферический гриль из морского буя. В линейке Вебер огромный выбор моделей под самые разные задачи и бюджет. От больших грилей, которые выглядят как летательные космические аппараты и стоят соответствующие, до более доступных вариантов всех возможных типов для загородного формата. Газовые, угольные и электрические. На угольных можно готовить в любую погоду. Неважно, что вы делаете – жарите, коптите или запекаете. Вебер сохраняет оптимальную температуру для приготовления. А газовые стационарные грили очень удобны для больших компаний, когда нужно накормить много человек одновременно. Ну а мы сегодня готовили на портативном Вебер Тревеллер. Он оптимально подходит для автопутешествий. Компактно складывается и легко помещается в багажник. У него большая зона приготовления, чтобы все блюда были готовы к подаче одновременно. Большой диапазон температур позволяет готовить самые разные блюда. От блинчиков, если захватить с собой сковородку, до стейков. Купить этот гриль или любой другой можно по ссылке в описании. Переходим, выбираем и заказываем. Туркс. Ааа. Это вообще чё? Чё, табаско? Табаско, да. Тот самый табаско, который Юрий будет дуть. Среди тех, кто делает нашу программу, есть поклонники, причем большие программы «Закрытый показ». Угу. Несколько дискуссий, которые там разворачивались, мы считаем прям выдающимися. Одна из них — это та, которая была до и после фильма «Груз 200». Насколько тяжело «Груз 200» было показать в эфире Первого канала? Если фильм был куплен каналом, а он был куплен, Константин Львович решал, какой из них пойдет в эфир, а какой в «Закрытый показ». То есть где будет обсуждение, где не будет. Я, к сожалению или к счастью, в этом участие не принимал. Но была Люба Аркус еще, которая как раз в кинематографическом смысле имела влияние на Константина Львовича. Да, поскольку она эксперт в этом деле. И я так полагаю, что не без ее участия этот фильм был показан. — Любовь Аркус — это главный редактор журнала «Сеанс» и близкий друг Алексея Балабанова. — Да. — Вы в эфире закрытого показа про «Груз 200» говорите, если есть совесть, этого делать нельзя. — Угу. — Про фильм. — Да. — Объясните. — Сейчас попробую. Мы, наверное, с Балабановым, да и со многими другими, очень по-разному относимся к кинематографу. Кинематограф — это, конечно, проявление художника. Но я всегда был убежден, во-первых, что месседж, который есть в любом послании, он должен быть обращен к человеку, чтобы поднять его, утешить. Для меня главная функция искусства — это утешение. Ну, поскольку очень мало есть средств в этой жизни, чтобы снизить уровень страданий, Балабанов сделал подмену. Он свою болезнь внутреннюю показал как болезнь страны, как болезнь человечества, как распад такой абсолютно. И я как раз в этом его упрекал, что ладно, если ты хочешь исповедоваться на здоровье, потому что искусство — это всегда либо исповедь, либо проповедь. Но зачем же ты тогда проповедуешь болезнь свою? Не исповедуешься, а, сделав подмену, проповедуешь свою болезнь? Ну, это как? Нет, я был не согласен с ним абсолютно ни в этом фильме, ни в последнем его. А в стране такого не было? Не было отмороженных ментов, не было таких работников номенклатурных, которые… Было, было, но давайте перенесем действия в наше время, в сегодняшнюю Россию. Наверное, каждый сейчас может об этой стране, в которой живет, рассказать многое. Ну, если у него есть дар рассказчика и наблюдательность, и все остальное. Наверное, эти мнения о стране не будут совпадать. Ваше с моим, одного художника или журналиста с другим. Но пройдет лет 10-15, и любое высказывание, которое было сделано здесь, станет частью истории. И когда вы с той точки зрения посмотрите туда и скажете, слушайте, а разве так было? Да не так. А на самом деле все никак, потому что у каждого есть свой горизонт событий, своя точка зрения, своя попытка что-то обелить, что-то очернить, иногда для выгоды, а иногда просто для того, чтобы выжить. Вот, мне кажется, было так и не было так. Были одни люди, были другие люди. Я все-таки жил в то время. Мало того, я призывался в армию в 81-м году, когда только что вошли в Афганистан. И да, всякое было. Как однажды высказался мой отец, который на каком-то из как раз просмотров закрытого показа был. Там был показан какой-то фильм очередной, но не балабановский. И он сказал, что вы все прицепились к этой... Там дама какая-то сняла. Он говорит, почему это черноха, черноха? Это не черноха, это серуха. Если краски кончились, то оттенки серого не помогут тебе убедить кого-то, что ты показываешь жизнь. Пусть даже твою внутреннюю, пусть такую измученную и болезненную. А у него краски кончились. Я как сейчас помню первую реплику того эфира. Вы обратились к залу, там были зрители, не эксперты. И первая высказавшаяся женщина сказала, что это очень страшный фильм, после которого хочется задуматься о вот этих улицах, об этих заводских городах, о том, как сделать себя лучше и как кому-то помочь. Она прочитала этот смысл так. Дело не в этом. Она сказала и сказала. А что она после этого сделала реально-то? Ничего. Разве так ее не возвысило? Нет, это не возвышение. Возвышение – это когда ты идешь и делаешь. А утешение – это когда ты не жалеешь стариков и детей на улицах или людей, которые живут в этих поселках жутких. А когда ты находишь мир в себе, внешний мир исправить дано единицам. И то не исправить, а изменить. А мир в себе практически каждому. Вот про что я говорю-то. Еще один эфир по поводу фильма «Волчок». Это дебютная картина Василия Сигарева. И вы там говорите, что вам очень не нравится эта картина. Нет ли у вас ощущения, что последние семь лет вы работаете в программе, где почти каждый эфир – это фильм «Волчок»? Опять, смотрите. Я ведь никогда не обсуждаю тему в мужском-женском. Нет. Я имею в виду, когда мы разбираем кино какое-то. Мне тема, сюжет, не важны, если честно. Но это как в живописи. Есть сюжетная живопись, а есть несюжетная. Когда я говорю про «Волчок», я не говорил, что не надо показывать такие сюжеты. Я говорил о том, как сделан фильм. Мне он показался рыхлым, мне он показался стертым и дурно смонтированным. Вот о чем я тогда говорил. Нет, это же не мое дело обсуждать высказывания в таком смысле. Я всегда обращался к тому, как сделано кино. Ведь есть всего-навсего три вопроса, на которые надо ответить художнику. Что ты делаешь? Как ты делаешь? И главный вопрос – зачем ты это делаешь? На третий вопрос я практически ни в одном обсуждении от художника ответа не получал. Потому что я так вижу. Потому что я имею право на высказывание. Потому что деньги получил. Потому что все, что угодно. Или потому что так было. Нет, опять. Зачем? Вы помните, как и когда вам предложили вести программу «Мужская и женская»? Ну, до этого выходила программа. Я уже, честно говоря, забыл, как она называлась. С Катериной Стрижановой. Да, с Катей Стрижановой. Я там тоже обсуждал проблемы гендерных различий и половых. И она что-то не очень пошла, эта программа. То есть она не покатила. Мне звонят… Я был в отпуске летом. Звонят продюсеры, говорят, можешь ты выйти хотя бы на пару часов? Мы хотим тебе подобрать ведущую. Я говорю, а что с Катей не так? Ну, это будет другая программа. Я говорю, какая другая программа-то? Мне скажите. Ну, это потом. Приезжаю, сидит в Барановской. Даже не помню, что там. Она сказала что-то, и я сказал что-то. Эти редакторы начали изображать диалог каких-то героев. Она начала задавать вопросы. Я говорю, все. Не мучайте вы меня. Берем, берем. Развернулся и ушел. А потом выяснилось, что они придумали совсем другую программу. Другой формат, который долго и мучительно дорабатывался потом уже в эфире. И вот так возникло. Сколько уже? Семь сезонов прошло. Кошмар такой, боже. Никогда так долго ничего не делал. Как вам объясняли концепцию? Концепция там была изначально скверной. Там вот эта ширма, которая потом исчезла, занавесочки следливые. Там сидело экспертное сообщество, которое состояло, скажем, из женщин. Тогда как в зале сидели мужчины. И вот мужчины высказывали всю программу. А потом женщины им, значит, вставляли за то, что они не так понимают жизнь. Но очень скоро стало понятно, что это вообще не жизнеспособный формат. Он не может существовать. Во-первых, найди 12 экспертов. Во-вторых, на их высказывание уходит ровно две трети программы. То есть о чем там вообще речь? И стали немножко дрейфовать как раз в сторону того, что вот сложилось в последнее время, что сами редакторы иногда называют «социальный проект». Заголовки отрывков мужского и женского, которые загружены на официальный канал или первого канала, или мужского и женского. Это заголовки только за июнь-июль 2021 года. Гордон возмущен поведением героев программы. Гордон обвиняет мать жертвы домогательств. У Гордона не выдержали нервы. Ваша цитата. Какие вы сволочи все-таки. Тоже ваша цитата. Тараканы в вашей квартире гораздо меньшие паразиты, чем вы и ваш супруг. Что происходит? Ну, вы же понимаете, что никто не будет смотреть историю, если ты ее не подашь, то есть не пропустишь через себя. Я же не могу просто сидеть в студии, кивать, задавать какие-то разумные вопросы. Мне приходится негодовать. У меня есть фирменная… Вы что там, ошалели все, что ли? Это я произношу, но не каждую программу, чтобы не надоесть, но каждую третью точно. Это может быть обращено к людям, которые в студии. Это может быть обращено и часто к чиновникам разного рода и ранга. Это может быть обращено к кому угодно, если он, с моей точки зрения, действительно ошалел. И поскольку у меня есть такая небольшая сверхзадача в этой программе, я хочу раз навсегда просто уничтожить государственные органы опеки, ну или заменить их чем-то более разумным и работающим. И тут со мной солидарны даже, я так понимаю, Владимир Владимирович и Петя Толстой, которому поручено сейчас сделать некий доклад о том, как состоят в социальной сфере, в том числе в органах опеки у нас дела. А состоят они чудовищно, если честно. Ну, Петр Толстой наладит их. Надеюсь, все-таки он государственный человек и прекрасно понимает, что там не так. Так, то есть это осознанная провокация с вашей стороны? Это не провокация, я просто отпускаю лужи, ну… Выглядит это так, как будто вам, простым языком выражаясь, сносит кукуху периодически. Ну да, и что? Так за этим и смотрит тоже. Есть ощущение, если смотреть «Мужское и женское», что вы о том, о чем будет программа, до программы не знаете? Ну, это не так совсем. Когда вы узнаете про тему, когда вы готовитесь к ней? Накануне вечером редактор присылает верстку. Перед программой у нас летучка, мы разбираем сценарий с шеф-редактором тоже. Поэтому я прекрасно знаю, кто будет, зачем будет, почему будет. И еще и часто заставляю редакторов сделать вот прямо здесь дополнительную работу, поскольку там, ну, есть вопросы нерешенные. Поэтому нет, это мы… мы знаем, что будет, конечно. Вот это видео. Извини, я тебя привяжу к ней колготками. Ну да. Вы душите колготками там людей. Да. И что? Дело в том, что это я… Каждый эпизод же не могу вспомнить. У нас по… по 14-15 записей в неделю, как вы понимаете. Но этот эпизод я помню. Вот этот подлец пытался придушить. Вот уже не помню кого. То ли девочку, то ли… Не так. Как его сожительница привязывала ребенка к кровати… А, к ребенку. К кровати. …колготками. Ну, для того, чтобы… потому что не могла за ним следить. Понятно, да. И он этому не препятствовал. Все вспомнил, да. Ну так я и сказал, давай я тебя сейчас привяжу колготками вот этими куда-нибудь. Посмотрим, как ты будешь себя чувствовать. Вы много лет назад приходили на программу «100 вопросов к взрослому». Это когда дети задают вопрос известному человеку. И вы там сказали, мне кажется, это необходимое качество любого человека ко всем относиться одинаково. То, что ты можешь позволить себе с дворником, ты должен позволить себе и с начальником. И наоборот, то, что ты не можешь позволить себе с начальником, не позволяй с дворником. Когда вы в последний раз кого-то из своих начальников называли тварью или пытались придушить колготками? Ну, во-первых, для этого не было повода, это первое. А во-вторых, с одним из своих начальников я не буду называть имя. Я уже полгода не общаюсь вообще никак. То есть никак. А еще с тремя начальницами, якобы, уже больше года. То есть нет и все. Вы про руководителя Первого канала? Про часть руководителя Первого канала, да. Бывали ли случаи, когда с начальством, просто не общаться с начальством, это не значит вести себя так же, как вы ведете себя с людьми? Ну, слушайте, ведь повод-то был для того, чтобы не общаться с начальством. Я просто не буду сейчас рассказывать, какой это повод. Я, конечно, не душил колготками. Но высказал все, что в тот момент считал нужным сказать. То есть вы хотите сказать, что вот такое поведение вы можете позволить не только с людьми из глубокой провинции, которые впервые приехали на телевидение? Конечно. Представим себе ситуацию, что в студии мужского и женского оказался бы, например, Владимир Жириновский после того, как он по-хамски вел себя забеременной журналисткой, если вы помните эту ситуацию. Как бы вы себя с ним вели? Вы могли бы сказать ему «тварь»? Я очень давно и с разных сторон знаю Владимира Вольфовича. У меня даже есть его малиновый пиджак, который он мне подарил, в котором он в Думу ходил по праздникам. Разумеется, я мог бы ему сказать все, что я хочу сказать, поскольку уже были случаи, когда я ему точно так же после необдуманных им поступков говорил. А что вы говорили? Ну, давайте оставим это дело. Мне сейчас не хватало еще только, чтобы он на меня кинулся. Почему? И так проблем хватает. Владимир Жириновский может причинить проблемы? Ну, он шуметь начнет. Я этого не хочу. Шум вам помешает? Угу. Допустим, Марат Башаров после того, как становится известно, что произошло очередное избиение его жены, тоже оказывается у вас в студии. Вы сможете назвать его тварью? Вы не путайте вещи-то. Смотрите, здесь обижали ребенка. Взрослые люди обижали ребенка. Если я увижу такое на улице, да неважно, кто это будет делать, я тут же подойду и как могу, дам в рыло, это точно. А разборки Башарова с его женой меня совершенно не волнует. Ну, просто абсолютно не волнует и все. А есть разница, когда обижают слабого, неважно, ребенка или не ребенка? Там женщина просто с изуродованным лицом. Я не знаю обстоятельств. А здесь я их узнал. А есть обстоятельства, которые могут дать возможность в данном случае женщине вот таким вот образом набить лицо? Ну, только сумасшествие. Женщины? Не только женщины, мужчины. Он же бил. Или она сама себя. Так а какая разница, какие обстоятельства? Вы сказали, я не знаю обстоятельств. Что может оправдать вот такое лицо? Да ничто не может оправдать. Просто опять еще раз говорю. Есть тема, которую находят редакторы. Есть люди, которых эти редакторы приводят в студию. Эти люди что-то сделали в своей жизни или делают здесь при мне. Моя реакция на то, что они сделали или делают здесь, для меня естественно. Если на их месте окажется… Вы что думаете, я на каком-нибудь там начальник, который приходил в студию, не орал, что ли? Какого? Совета? Да нет. Зам губернатора, скажем, в одной из областей. Мэр крупного города. Все то же самое. Если они косячат, так а что ж тогда нет? Сколько я… Ой… Каково количество было обращений к Следственному комитету и к Генеральной прокуратуре не счесть. И что самое-то интересное, они… Программу смотрят. И нам удалось за это время несколько уголовных дел возбудить, а несколько прекратить. Вы говорили про семь человек, которых вытащили из тюрьмы? Да, но два из них опять отправились после второго суда. Мы сейчас с этим разбираемся делом. Как это выглядит, Александр? Просто вы ведете себя максимально дерзко, с очень слабыми людьми. Но когда мы заводим сейчас разговор про Владимира Жириновского, вы говорите, что… Ой, не хочется шума, чтобы даже вспоминать какую-то историю. Для людей это выглядит как довольно трусливо. Да, мне все равно, как это выглядит в глазах людей. Я просто знаю Владимира Вольфовича и не хочу. Просто не хочу шума в ближайшее время. Мне не до этого. Финальное по теме. Как вы думаете, если бы в эфире такой рейтинговой программы колготками пытался кого-то придушить человек других политических взглядов, это могло бы иметь какие-то последствия юридические полицейские? Вы имеете в виду, почему меня не посадили за это? Ну, почему вас не привлекли? Ну, потому что, во-первых, не было написано заявление. Во-вторых, вы же не можете доказать, что все это было на самом деле. Это же шоу. Поэтому я в этом смысле в абсолютной безопасности, если только, не убью кого-нибудь на программе. Вы не исключаете такого? Ну, меня же пытались, почему я должен исключать. Как вас случилось в митинах? Это в эфир не пошло, естественно, это случилось за кулисами, но случилось. Один из удаленных в раздражении мной гостей на меня напал. Ну, там охрана сработала, поэтому все нормально. Я даже думаю, что мне сейчас не надо приезжать в провинциальные города, потому что я могу на улице встретить кого-нибудь из тех, кто был участником программы. Это шутка. Он в рукопашную или с чем-то на вас шел? В рукопашную. Вы не раз говорили, что телек — это та вещь, которой вы занимаетесь только для заработка. Для души и то, что вам действительно нравится — это кино. Уже нет. Почему? Потому что я больше не хочу снимать кино. Как так вышло? Ну, я снял последний фильм свой как раз для того, чтобы избавиться от этой пагубной страсти раз и навсегда. Вы снимали, понимая, что вы избавитесь? Или уже по результатам вы поняли? Нет. Я когда снимал, я поставил такую задачу себе — изжить из себя вот эту ипоставь режиссерскую. Просто представив себе, что было бы, если бы я был профессиональным режиссером и снимал там фильм раз в два года. И у меня получилось. А потом времена сейчас такие, что то кино, которое нравится нынешнему зрителю, я снимать не умею и никогда не умел. А то кино, которое я снимаю, бессмысленно тратить такие деньги, я могу высказаться на ту же самую аудиторию в гораздо более скромном формате, чем художественный фильм. Как бы вы оценили себя как режиссер? Средний. Вы рассказывали в эфире у Владимира Познера, что два очень дорогих вам фильма — это «Не горюй», «Данелли» и «Дети райка». Расскажите, почему? И тот, и другой. Ну, в первую очередь, потому что они роскошно сделаны. Во-вторых, они отвечают на вопрос «Зачем?» Именно в том ключе, о котором мы с вами уже раньше говорили. После того, как я пятый, десятый, неважно какой раз, посмотрю либо один фильм, либо другой, либо «Корне», либо «Данелли», я становлюсь лучше, ну, чище, по крайней мере. Вот и весь ответ. Но, к сожалению, кино не искусство, потому что стареет. Стареет? Конечно. Ну, вспомните какой-нибудь шедевр, скажем, там, 50-летней, 70-летней давности, который бы сейчас смотрелся не как музейное кино, а вот так, как будто оно сделано вот сейчас. Нет, не получится. Художественные средства, средства выражения крайне скудные, поэтому… Таксист смотрится как музейное кино? Ну, конечно. Крестный отец? Ну, конечно. Представьте себе вот сейчас, не было никакого «Крестного отца», а вот премьера «Крестного отца». Ну, вы хотите сказать, что люди будут разочарованы отсутствием спецэффектов и каких-то примочек технологических? И этим тоже. А потом, понимаете, даже в «Крестном отце», где уж, казалось бы, ну, такой и экшен есть, и мелодрама, и все что угодно, там темпоритм такой, что сейчас ни один молодой человек не сможет досмотреть до конца, даже первую часть. Просто из-за темпоритма. Поэтому, чего же говорить, Тарковский, ну, абсолютная архаика. Ну, абсолютная просто архаика. Ну, как это сейчас, сидеть и 10 минут смотреть, как у него камера отъезжает на рельсах? Зачем? Как Данелия отвечает на вопрос «Зачем вы не горюй?» Она ведь отвечает, что это объяснение в любви Грузии, поскольку он очень мало жил там, ну, в московской же Грузии. Вот, и для этого он выбрал очень странный, конечно, путь взять французский роман. И переложить. И переложить его, да. Ну, получил в основном жизнь. Два ваших фильма — это экранизация произведения вашего отца. Вы впервые увидели своего отца, когда вам было 19 лет. Да. И это не помешало вам стать близкими людьми? Не помешало. Удивительно. Удивительно, да. Удивительно, но тут, видимо, и гены сыграли свои вещи. Гены и обстоятельства. Дело в том, что я-то его искал и раньше. Я даже помню, мне было лет, наверное, 13. Стояли такие будочки, где можно было получить информацию за три копейки. Я пришел, сказал, как его зовут. Родился в Одессе. Год я не помнил, но там приблизительно начало войны, значит, 41-й. Она говорит, иди погуляй. Я погулял минут 15. Она мне дает бумажку с адресом. Я поехал. Я в Чертаново, это я с него. Недалеко, в общем. Приехал, нашел квартиру, позвонил, никто не открыл. Выяснилось, что отец был в командировке, а Татьяна Ивановна с детьми где-то на даче. Ну, что-то такое. Потом я попыток не предпринимал, а вот случайно в 19 лет нас судьба свела. Вот еще в чем дело, наверное, что тем же летом я попал в Одессу. Откуда Гарри Валерьевич тогда уже давно уехал. И там была куча родней. Сейчас все уже на том свете. А тогда прямо было ощущение, что пол Одессы – это все Гордоны. И вот там прием, конечно, был для 19-летнего человека совершенно сумасшедший. Я узнавал то в одном дяде свои черты, то в другом, то в тете, то в другой тете, то в их племя и этих сыновьях, то есть в моих двоюродных брати. Ну, то есть просто вот это такая была экскурсия у меня по фенотипам КТУ. Да и не только. Когда мы с отцом встретились, выяснилось, что у нас автограф одинаковый. Встреча прошла напряженно. Но закончилось распитием некого количества спиртного, белого вина, фитяска. «Огни притона» – это фильм и повесть про публичный дом в советской Одессе. Ну, какой публичный дом – так себе. Такой крафтовый. А как вы относитесь к проституции? С уважением. Ну, если идет речь о женщинах. Но я, честно вам скажу, мало кто поверит мне, наверное, но я никогда не пользовался услугами проституток. Ни разу? Никогда. Раз мы заговорили про проституцию, еще про один фильм хочу поговорить. «ЛДПР 20 лет лицом к России». Это красиво. Вы его режиссер? Не совсем. Я скорее продюсер, чем режиссер. Ну, вы появляетесь там в кадре и везде пишут, что вы режиссер. Ну, окей. Как эта картина родилась? По просьбе Владимира Вольфовича. Я был на мели. Ну, то есть совсем. 2009 год? Да. И те ребята, с которыми я когда-то работал еще в собрании заблуждений, тоже, надо сказать, не шиковали. И тут сваливается такой заказ от ЛДПР. Ну, пришли, обсудили, чего, как, да почему. Я говорю, ну, давай сначала мы концепцию придумаем. Давай так, говоря. Утро красят нежным светом. Брусчатка Красной площадь. Герой, значит, идет на битву. Туда. С Паской башней. Да, с Паской башней. Финал. Герой уже расслабленный, победивший, выходит из Кремля и уходит в бесконечное русское поле. Даже жирику понравилось, значит, мы все утвердили. Дальше начали снимать. Вот тут возник уже такой серьезный вопрос. Фильм про Владимира Вольфовича или фильм про партию? Когда ты спрашиваешь Владимира Вольфовича об этом, он говорит, нет, конечно, про партию, зачем мне, про себя, зачем мне это делать? Когда ты задаешь вопрос с тем, кто в регионах участвует, вы что делаете? А где Владимир Вольфович? Вы снимаете про Владимира Вольфовича? Ну, короче, так или иначе, мы сняли фильм. Пришла пора сдавать его Владимиру Вольфовичу. Он уже успел до того, как мы собрались в Думе, посмотреть его. И когда мы вошли в кабинет, он уже яростно орал. Что это такое? Что вы сняли? Я все понял, например. Теперь все. Это что, по-вашему? 20 лет лицом к России, это жопой к кремлюш-то? Ну, там много было криков. Я говорю, Владимир Вольфович, пожалуйста, давайте сделаем так. Вы же снимали кино в том числе и для того, чтобы молодые люди пришли в партию. Я говорю, здесь же у вас куча стажеров входит. Давайте только мы не ваших, а каких-нибудь других найдем и посадим. Мы отловили человек 12 от «Единой России» стажеров. Посадили их посмотреть фильм. Два из них потом записались в партию Жириновского. Но там был один момент в фильме, который Владимир Вольфович попросил немедленно вырезать. Вот там, за Кимрами, есть деревня, в которой я иногда живу. А перед ней есть деревня, где мы обычно выходим на реку, чтобы добраться до нашей деревни. И там была чудовищная дорога. Чудовищная. Владимир Вольфович захотел выехать с народом пообщаться. Я ему сказал, что вам ровно туда надо ехать, потому что там, когда выборы идут, 90% ЛДПР. Голоса за ЛДПР. Он говорит, да, поехали. А где это? Я рассказал все. Мы приехали. Ливень был страшный. Просто чудовищный, отвесный ливень такой. Вся деревня собралась. Хор. Ну, такие прям роскошные, румяные девушки. Хлеб, соль. Водочка где-то там припасена. Нету его, нету. Связи нет. Через минут 30 приезжает бывший руководитель совхоза. Он говорит, а что там происходит? Где? На дороге. Я говорю, а что там? Там Майбах и Жириновский. Ну да, они сюда едут. Говорит, почему они там стоят? Колесо пробили. А, ну, через какое-то время приезжает Владимир Вольфович. А в этот день, у него теща был день рождения, поэтому он был такой веселый, бодрый. Несмотря на ливень. Он вышел из машины. Девушки запели, ему принесли, значит, этот… Каравай. Каравай, да. Я не рассчитал, что какой-то процент деревни за него не голосует. Там такой есть пастух Леша. Он немножко не в себе в психиатрическом плане, но с делом справляется. Стадо небольшое, поэтому он его там нормально пасет. И здесь он как раз гнал стадо. Вечером на дойку. И увидел Владимира Вольфовича. Я не знаю, что он сделал бы с быком. Мы просто не знаем. Кто-то говорит, что он ему яйца накрутил, кто-то еще чего-то. Но это была диверсия. То есть бык полетел прямо на то место, где мы стояли с Владимиром Вольфовичем. То есть он реально просто мог зашибить запросто. Там, помимо охраны, которая в это время положила Лешу, были еще местные милиционеры. Вот они буквально выстрелом отогнали быка в сторону. То есть это была диверсия. И я это снял. Но Владимир Вольфович попросил это удалить. А как он мотивировал? Зачем это надо? Как он еще может мотивировать? Сколько вы получили за это корпоративное видео? Я не помню сейчас, честно говоря. На что вам хватило? Да ни на что не хватило, на жизнь. Дело в том, что я говорю, там же группа была еще. Надо было группу содержать. То есть я же не один это снимал. Группа — это типа ваш продакшн, ваши союзники? Да. У вас было ощущение после этого фильма, как будто вы испачкались в грязи? Нет. Я за любой кипиш, кроме… То есть я… Кроме? Отношусь к этому как… Нет, кроме как… Если я высказываюсь от первого лица, то… Да, я отвечаю за каждое слово, которое я сказал. В фильме, скажем там. Или в какой-то авторской программе хочу напомнить, что мужской и женской авторской программой не является. А вот закажи мне сейчас кто угодно, что угодно. Сделаю. Почему нет? Если я могу это делать. Другой вопрос, что сейчас я уже немножко избаволен деньгами. И на ту сумму, которую, я полагаю, предложил Вольфович, я уже не соглашусь. За сколько вы снимете фильм про «Единую Россию»? Сейчас дорого. Ну сколько? Миллион долларов? Ну я никогда таких денег в руках не держал сразу, поэтому… Пятьсот тысяч долларов? Да нет. Что значит «снимете»? Надо считать бюджет. Надо же понимать, что там снимать, где снимать, как снимать, какие расходы, что по технике, что по свету. Ну это все… Надо считать бюджет. Миллион долларов, если снять полноценный фильм. Это мало. Не для гонорара, а для кино. Давайте не бюджет. Гонорар. Вот мы сейчас обсуждаем исключительно вас как творца, как продюсера, как режиссера, как ведущего и автора. Какой гонорар вы попросили, чтобы снять фильм про «Единую Россию»? Вы знаете, как я поступаю обычно, когда мне задают такой вопрос, даже имея уже деньги в руках? Это же правило торговли главное. Чтобы не продешевить, заставьте их первыми назвать сумму. Понимаете? Обычную еврейскую… Мне звонят и говорят, слушайте, вот у нас это мероприятие… Я говорю, хорошо, сколько? Ну а какой у вас гонорар? Я говорю, нет-нет-нет. У вас есть бюджет, у вас есть мысли какие-то по этому поводу. Сколько? Когда называют, я либо дальше вообще не торгуюсь, поскольку это мизерная там сумма, либо соглашаюсь, но добавив чуть-чуть. Поэтому… Будет предложение реальное, я его рассмотрю. Если меня устроит сумма, которую мне предложат «Единой России», я сниму фильм про «Единую Россию». Мало того, если ко мне придет кто-нибудь от Навального, тоже с предложением таким же, я и про Навального сниму кино. Без проблем. Корпоративное кино. Корпоративное, конечно. Это беспринципный подлец и сволочь. То кино, где Навального нельзя будет называть подлецом. Да-да-да. Как вы относитесь к Владимиру Путину? Очень хорошо. Владимир Путин успешно управляет Россией? Я считаю, что из правителей России он один из самых успешных, да. Из всех правителей России. Объясните, почему? Потому что я имел возможность наблюдать, как события развивались в динамике. Я помню тот момент, когда он пришел к власти, что было в стране и как это было. И вижу, куда и как движется страна сегодня. Многие проблемы не решены. Они и, скорее всего, в нашей реальности сегодняшней нерешаемы. Но очень много дел сделано. И главный решен вопрос о том, что наши зарубежные друзья, как мы их называли, или партнеры, наши партнеры, перестали быть такими в глазах и Владимира Владимировича и полагают большей части населения. То есть он сделал главное. Мы самоопределились. И я с этим самоопределением совершенно согласен. Что это за самоопределение? Самоопределение? Ну, давайте посмотрим на последние изменения Конституции. Все бросились на то, что там про семью сказано. Что семья – это союз мужчин и женщин. По-моему, там есть пункт гораздо важнее этого. Да. Но там есть пункт гораздо важнее. И вот это и есть самоопределение. Там приоритеты нашего законодательства становятся на самом деле приоритетами перед любыми международными договоренностями и международными законами. То есть мы не обязаны никому ничего. Если с нами хотят сотрудничать – мы попробуем. Если нет – у нас есть армия и флот. То есть этот пункт для вас важнее, чем тот, который позволяет Владимиру Путину править до 2036 года? Да, это ерунда. Почему это ерунда? Да хоть пожизненно. Вы, правда, вот вы как-то… Вы, я имею в виду, людей моложе меня. Система разделения властей – да. В демократическом государстве такое должно быть. Система сменяемости власти – да. Такое в демократическом государстве должно быть. Но хочу вам напомнить, что в 20-30-е годы, когда случилась Великая депрессия в Соединенных Штатах Америки, народ Америки изменил статью Конституции и позволил Рузвельту править не два срока, а почти четыре. Он потом умер, а так мог бы остаться на своем посту. Это для чего было сделано? Это было сделано для того, чтобы объединить усилия и дать человеку возможность вытащить этот громадный застрявший пароход американский опять в море. У нас происходит то же самое. Путин правит страной 21 год. И что? Если мы приводим сравнение застрявшего парохода, то не при нем ли этот пароход застрял? Вы просто не помните конец 90-х, видимо. Я прекрасно помню конец 90-х. Не кажется ли вам, что эта история еще время на раскачку могла безусловно работать в 2003-м, в 2008-м, возможно как-то в 2010-м. Но спустя 21 год после того, как этот же человек страной управляет, это выглядит как пропагандистское знамя для… Я хочу напомнить, что история не имеет слагательного наклонения, и мы сейчас не можем себе представить, что было бы со страной, если бы кто-нибудь другой ей правил. Мы не можем этого себе представить. Дальше. Если бы мы находились в международном вакууме, то есть сами по себе, полная изоляция, полная самодостаточность, вы были правы абсолютно. Но мы живем в стремительно меняющемся мире, где меняются наши внешние связи, где, простите, пожалуйста, хочу вам напомнить, что мы находимся под санкциями почти все то время, что Владимир Путин правит. Я должен выразить большое уважение программе «Мужской и женской» всем людям, которые ее делают, потому что в моем представлении это самая смелая программа на федеральном канале. Потому что если ее смотреть, то ты понимаешь, что это программа, которая, по сути, является антипутинской. Если смотреть каждый эфир, ты видишь, насколько же в России не работает, ну, в глубинке, в первую очередь, про которую «Мужской и женской» рассказывают, не работает местная власть, местные суды, местная полиция. Насколько вся система управления России не работает? Не кажется ли вам, что честный ответ на вопрос, успешно ли Владимир Путин управляет Россией, это не то, что вы сказали сейчас, а то, что показывает программа «Мужская и женская»? И да, и нет. У Путина, кроме того, как наладить государственный механизм в самом далеком, удаленном от Москвы месте, есть еще другие функции. Вот в чем проблема-то. Этим, о чем вы сейчас сказали, должен заниматься премьер-министр. Это его вотчина. Понимаете? Это исполнительная власть. Вот как раз такого ранга. Путин – лидер, который формирует в том числе повестку дня внутреннюю и внешнюю. Вот его главная функция. Что касается этих сволочей на местах, да, это так. И, знаете, вот я всякий раз, когда приезжает кто-нибудь из них, решается приехать, ну, например, какой-нибудь там заместитель по ЖКХ, приезжает, разводит руками. Я говорю, что мы можем сделать? У нас денег нет. Я говорю, тогда вот объясни мне, пожалуйста, ты зарплату за что получаешь? Вот ты пошел на эту работу, зная, что у тебя не будет никакой возможности хоть что-нибудь сделать. Зачем ты пошел на эту работу? Молчат все. Страна большая, а народу нет. Я думаю, в этом причина. Нет кадров, которые могут работать на месте. Вот там, в небольшом городе, в маленькой деревне, в поселке. Их просто нет. Нет. Правильно ли я понимаю, что я сейчас слышу от вас тезис «Царь хороший, бояре плохие»? Типа того. Не кажется ли вам, что этот тезис давно стал таким оберегом для интеллигенции, которая, с одной стороны, хочет и с совестью своей расстаться не до конца, но и, с другой стороны, пятую точку в тепле сохранить? Ну, или сытую жизнь сохранить? Вот, недавний пример. Станислав Черчесов. Чемпионат мира. Европа. Мира. А, 18-го. Осана. Отборочный. Нормально. Группа. Жопа. Я к чему говорю? Черчесов изменился? Нет. Он как был с Неславом Черчесовым, так и остался. Как он с «Динамо» был таким тренером, так он и остался им. А что изменилось тогда? Изменились наши соперники на поле. Изменился состав наших игроков, многие из которых просто играть не умеют за большие деньги. Это ж так? Так. В результате что? Черчесов ушел. Если все так, как вы говорите, и на самом деле наступит время, когда можно будет понять, что Владимир Владимирович больше не тянет страну, я первый скажу. Мало того, я это говорил уже. В интервью Ксении Собчак на «Дожде», когда она задала мне вопрос по поводу того, что вы думаете про Путина, я сказал, что у меня есть ощущение, что Владимир Владимирович не знает, куда идти дальше. Потом случилась аннексия Крыма, и это поменял ваше отношение. Да. Если вам угодно сравнение с Черчесовым, то пожалуйста. За эти три года Черчесов изменился. Пережив вот этот колоссальный успех, за который я очень благодарен Станиславу Черчесову, как болельщик сборной России, но который во многом был случайен и нелогичен, его чувство собственного величия выросло еще больше. Он и так был тренером с высокой самооценкой, но после этого он вообще улетел куда-то в берега. И, тоже очень интересное сравнение, но вы его первым сказали, довольно мутные схемы стали появляться относительно того, кто попадет в сборную из игроков, а кто нет. Это точно не принимает какой-то там катастрофический характер, но периодически возникали истории о том, что агентам крайне желательно некоторым футболистам сотрудничать с тем же агентом, который является близким другом Станислава Черчесова, для того, чтобы все было хорошо. И это очень интересное сравнение в контексте Владимира Путина. Не кажется ли, что это прям похоже? Я-то говорил немножко о другом. Когда объясняют наши провалы и поражения, начинают с детского футбола и говорят о том, что ну да, у нас страна там 140 миллионов, а выбрать не из кого. Ну нету, нету детей. И вот надо то-то делать, то-то делать, то-то делать. Я про то же самое говорю про управленческие кадры. Ладно, они смогли там тысячу человек обучить, чтобы они каким-то образом вошли там либо в аппарат президента, либо в какое-то министерство. Это понятно. Но вот там, без бюджета, они еще знаете, что делают? Они боятся. Они могли бы получить бюджет. Если бы городоначальник сказал об этом, не побоялся сказать об этом губернатору, губернатор бы в Москву отрапортовал, что вот нам нужны деньги такие. Но все хотят быть не самыми последними, понимаете? Поэтому они, честно говоря, просто динамят нужды людей для того, чтобы показаться перед начальством чистеньким и светленьким. Но где других-то взять? Это вот та же самая схема с нашей футбольной командой. Где взять других и поставить их на управление, чтобы оно было эффективным? Где? Ну, для начала возможно создать политическую систему, в которой есть возможность разным кандидатам идти на выборы. Не только тем, кто поддерживает действующую власть или изображает оппозицию как героя Великой Ленты «20 лет ЛДПР лицом к России», а действительно оппозиция. Чтобы они конкурировали с теми, кто поддерживает власть. И это превращалось в конкурентное поле, раз вы любите футбол и сами пришли к футбольной аналогии. И чтобы в этой конкурентной среде, например, чемпионат английский футбол, испанский футбол, итальянский футбол представляют собой конкурентную среду, появлялись как раз люди, которые управляли бы всем. А теперь скажите мне, пожалуйста, вы знаете кого-нибудь из так называемых настоящих реальных оппозиционеров, кто поедет сейчас работать мэром в город Кимр? Я уверен, что при нормальной политической системе среди жителей Кимр найдутся сторонники настоящих оппозиционных сил, которые захотят этим управлять. Вы глубоко заблуждаетесь. Даже по статистике, с которой соглашается сама оппозиция, в тех же самых Кимрах их должно быть не более 2%. Так вот, если считать, что это 2% элиты, тогда, может быть, этого и хватит. Но ведь это может быть не так. Я просто знаю, как страдает город Кимр, какой мэр уже меняется, 10-й, 15-й, да, как воровали, так и воруют. Но ведь это же все из-за того, что политическая система в стране уничтожена, из-за того, что политики нет. Причем здесь политика и хозяйство? Потому что хозяйство — это прямое следствие нормальной политической жизни. Когда есть выборы на разных уровнях, есть выборы в селе, в городе, в области, в стране. И это варево, оно неотличимо от варево в футбольной жизни. Талантливые футболисты появляются там, где все устроено нормально или относительно нормально. И там появляется свой Решфорд, появляется свой Донорума, появляются другие футболисты, которые свои сборные тянут в полуфиналы и финалы. Так же в политике действует. Когда политическая жизнь не уничтожена, когда всех независимых кандидатов не громят, то и появляются какие-то достойные люди, в том числе в Кимрах. Вы знаете, что я с вами абсолютно не согласен, даже не стану объяснять, почему. Объясните, я просто могу заблуждаться и не понимать по молодости. А если нет, просто продолжать аналогию с футболом, в которую мы присели, то действительно здесь речь должна идти о детском футболе в первую очередь. С молодых ногтей надо воспитывать ту культуру политическую, о которой вы только что сейчас сказали. У нас этого нет. В ближайшее время не будет. Нам нужно выкручиваться, имея ту систему, которая есть сейчас. Мы не сможем в ближайшие годы, давайте честно скажем, ее изменить. Мы даже настроить ее в ближайшие годы не сможем. Тогда раз футбол, продолжим. Аналогия не в этом. Аналогия может быть еще следующая. В футболе, каким бы неустроенным в России он ни был, можно выйти в высший дивизион и соревноваться со Спартаком и Зенитом. Ну можно, ты можешь заявиться. Мой приятель Жека Самин создал сейчас свой футбольный клуб и заявился во второй дивизион. Ну то есть это Д3. Ему два дивизиона до премьер-лиги. Он может конкурировать. А в политике нельзя своей командой заявиться, если ты не говоришь, что Владимир Путин молодец. Вы знаете, я вот ни почему не понимаю, во что превратилась сейчас справедливая Россия. Причем здесь другие персонажи, которые там есть. Я действительно могу согласиться с тем, что тех партий, которые представлены в Думе сегодня, недостаточно для того, чтобы эффективно строить то, о чем мы говорим. Если там появится еще одна оппозиционная партия, я не уверен, что у нас просто мгновенно возникнут механизмы решения всех этих проблем. Давайте не продумываю. Давайте просто про чемпионат. Если мы выборы считаем чемпионатом, может ли в чемпионат России по политике заявиться команда, например, Навального? А почему нет? Ну потому что ее не допускают, Александр. Ну назови ты не командой Навального. Сделай ты, отвяжись ты наконец от него. Что это за знамя, честно говоря? Ну тряпка какая-то. Окей, команда Любови Соболь. Команда Ильи Яшина. Команда Максима Резника. Команда кого угодно из других оппозиционных. Команда Дмитрия Гудкова. Так, и что? Их команды могут заявиться на чемпионат России по политике? Откуда я знаю. Они не могут этого сделать. Они все разгромлены. Несмотря на то, что у них достаточное количество сторонников или болельщиков, если мы говорим футбольным языком, им не дают заявиться на чемпионат России по политике. Очень жаль, что им не дают заявиться, поскольку если бы им дали заявиться, я думаю, что они в этом дивизионе Д3 остались бы. Зато все были бы спокойны. И волки целые, и овцы сытые, или как там говорится, наоборот. Вы помните, подождите, я возражу по поводу Д3. Вы помните последний честный чемпионат России по политике? Выборы мэра Москвы 2013 года, когда команде Навального разрешили участвовать в этих выборах. Сколько процентов команда Навального набрала? Я не помню. Больше двадцати. Ну хорошо, молодцы. Это значит, что у него есть такое количество сторонников, которое позволило ему бы не оставаться в Д3, а выйти в высший дивизион. Опять, это гипотеза. Это не гипотеза, это цифра 2013 года. И куда они делись эти цифры? Его перестали допускать к выборам, и ему стали пришивать уголовные дела. Вы знаете, если говорить про Навального, то... Власть сама его демонизировала какое-то время. Не называть имени, не упоминать в прессе, не дай бог еще что-нибудь. Да я с ним говорил как раз в тот момент, когда у меня была программа, по-моему, гражданин Гордон, да. Я добился того, чтобы он пришел на Первый канал. Я позвонил ему, он отказался. Он не смог, по-моему, вы рассказывали. Но это был скорее отказ. Я говорю, он не смог прийти на эфир. Но больше вы уже не смогли пригласить? Больше я не смог его пригласить, потому что конфликт между... Вы помните, да, что Первый канал все-таки он частично государственный. Конфликт между государством и Навальным дошел до такой стадии, и уголовное дело завели, что это было уже невозможно. Не потому что, ах, нельзя показывать Навального, он же его показывает. А почему? Так можно или нельзя? Я не знаю. Так, вернемся к другому. Еще раз, Александр, вы меня сейчас убеждали, что все норм с политической жизнью. Что всем можно заявляться. Вы признаете то, что этим командам заявляться нельзя? Их уничтожили? Вы знаете... Да или нет, Александр? Не торопите меня с ответом по одной простой причине. Я не хочу лукавить, а с другой стороны, я, честно говоря, мало имею представления о тех командах, о тех людях, которых вы сейчас назвали. Я не слежу за политической жизнью нашей оппозиции так внимательно, как, может быть, вы. Я этих людей просто не знаю. Я знаю одну девочку, которая пошла и стала муниципальным депутатом в Москве. И это плохо кончилось. Но обозреть эту оппозицию я не могу. Я не знаю, кроме того, что, наверное, у них антипутинские лозунги и слоганы, чего кроме своего избрания они еще добиваются. Я никогда не читал их программу. Я не знаю, правда, что они хотят сделать со страной. Да, я еще раз говорю, вы мне первый вопрос задали, мое отношение к Путину. Я считаю его великим государственным деятелем, великим, сравнимым с большими царями русскими. Именно потому, что произошла метаморфоза в укладе жизни. Вот от 90-х годов не осталось ни черта. Слава тебе, Господи. Вот эта вялая, кинувшаяся на побрякушки, как тузенцы какие-то, аморфная Россия, из которой высосали все соки некоторое количество людей, она все-таки уже в прошлом. Просто в прошлом. Я точно знаю, что у России был шанс развалиться. Так же, как развал с Советским Союзом. Этого не случилось за эту благодарность. За то, что у нас сейчас вторая по качеству армия в мире, я считаю, очень важна. Поскольку времена наступают не самые благополучные, не самые легкие. То, что мы определились с какими-то внутренними представлениями своими, не может быть заслугой только Путина. Но вот этот период, да, были тучные годы, да, были хреновые годы, да, ковид второй год. Да. Но вот если говорить именно об ощущениях, о чувствах, да, я теперь понимаю, что такое Россия. А вот когда я вернулся из Соединенных Штатов Америки, я не понимал, что это за страна. Я просто не понимал, что это. А сейчас я знаю. Чем, почему вам так важна армия? Именно вам. Я, если что, не говорю, что армия не важна. Армия – это важная вещь. Чем она так важна вам? От кого вас надо охранять? Меня-то охранять не надо. Вы понимаете, что любая армия – это инструмент для того, чтобы не испытывать излишнее давление извне. Я полагаю, что это давление будет усиливаться. Я полагаю, что Соединенные Штаты заставят и Европу еще больше сконцентрироваться на том, чтобы нас поджать, прижать где-то. Вот для этого… Что важнее, армия или хорошая дорога в город Кимр и Тверской области? Армия. Потому что никакого города не будет, если ее не будет. Никакая дорога не понадобится. Как вы относитесь к преследованию журналистов, которые разворачиваются в России в последние месяцы? Честно говоря, не в курсах, но если их преследуют, то это преступление просто. Есть статья о воспрепятственной законной деятельности журналистов. Тех людей, которые их преследуют, нужно судить по этой статье. — Кто их преследует? — Я не знаю. Я вообще не знаю, о чем вы сейчас говорите, если честно. — То есть вы не в курсе, что происходит с «Медузой», с проектом, с инсайдером, с важными историями? — Нет, я слышал только одно, что они отказались себя объявлять иноагентами. Может быть, с этим это связано. Закон об иноагентах не говорит, что ты враг. Он говорит только о том, что ты получаешь деньги, у тебя бюджет формируется за пределами Российской Федерации. Все. — Все эти издания публиковали расследование про дикую коррупцию в верхних эшелонах власти России. О том, как непосредством живут российские чиновники самого высокого уровня. Как вы думаете, их преследование с этим связано? — Полагаю, что да. Знать не могу, но полагаю, что да. Поскольку всегда есть «шестерки» везде вокруг более-менее важных персон. И эти «шестерки» могли подсветиться так, чтобы угодить патронам своим. На каком уровне есть «шестерки» и какой властью они обладают, я не знаю. Но совершенно очевидно, что если бороться с ними, то бороться нужно законными методами. А именно. Я говорю, закон, который воспрепятствует законной деятельностью журналиста — это, во-первых, попытка заставить не дать информацию в прессу, отказ от дачи информации. А если это действие производится еще лицом, которое находится на службе государства, то это часть вторая, и там до четырех лет тюрьмы. Поэтому я думаю, что им надо нанять адвокатов и пойти именно в суд вот с таким путем, чтобы следствие выяснило, кто принимает это решение. И потом вот именно на этого конкретного человека подавать в суд по этой статье. — Вы смотрели фильм про дворец Путина? — Да, смотрел. — Вы верите, что это дворец Путина? — Нет, конечно. — Чей это дворец? — Это ничья не дворец, это комплекс, который был спроектирован еще, по-моему, лет восемь назад. И начал строиться как гостиница с элитными номерами, насколько я знаю. Кому она принадлежит, на самом деле, я не знаю. Ходят слухи, что Ротенбергу, но я не уверен, или кому-то. — Он сказал, что ему? — Ну, значит, ему. — Почему все местные все эти годы говорили, что это дворец Путина? — Ну, знаете, что мне местные говорят, когда я в Кимри приезжаю? — Что? — Ты там в своей Москве, ну и так далее. Нет, слушайте, ну это бред собачий. Зачем Путину дворец? Кто-нибудь может объяснить? И почему в этом фильме было показано, что это уже почти готовый дворец Путина, в который вот он сейчас чуть-чуть подцарствует и переберется? Зачем ему дворец? Ну кто-нибудь может мне это объяснить? — Чтобы жить припеваючи. — Вы бывали в гостях у Путина? — Нет. — А я бывал. — Когда? — Когда дружил и работал вместе с его бывшей супругой. — Вы работали вместе с Людмилой Путиной? — Да. — А где и когда? — Она увлекалась психологией. У нее была подруга, которая занималась семейной психологией. И мы тогда еще были носители CD. Мы сняли и выпустили шесть таких CD о семейных отношениях. Отношениях детей, родителей, мужа, жены, тещи и так далее. И снималось это все там, в резиденции, возле камина. И была у меня встреча даже с Владимиром Владимировичем. Да, я вышел покурить на крыльцо. И тут он подъезжает проститься с Людмилой Александровной. Он куда-то улетал. А она что-то сдержалась там. Я стою. — Здравствуйте, Владимир Владимирович. — Здравствуйте, Александр. — И все. Ну а что еще скажешь? Ну слава богу, она вышла, да. Так вот я могу сказать — это очень скромный дом. — Какой это был год? — В годах я не очень разбираюсь, если честно. — Первый срок, второй срок? — Нет, это был конец… Конец второго срока. Ну да. — А вы не допускаете, что за 14 лет во вкусах, привычках, самоощущении могло измениться, и аппетиты могли вырасти? — Я знаю, что люди не меняются. Я об этом часто говорю. И не вижу никакой необходимости для того, чтобы как-то менять. Можно сделать ремонт, если там что-то не нравится или устарело. Можно еще что-то. Но вот вы меня, скажем, да, ни за какие коврижки никак не заставите поменять свои убеждения и построить здесь дворец. Ну никак. Даже если бы у меня были финансы, ну никак просто. Вот я думаю, что Владимир Владимирович тоже сам. — Мы про журналистов говорили. Вы сказали, что шестерки, возможно, это делают. Но если, допустим, шестерки это делают, кошмарят людей, которые хотят делать общество лучше своей журналистской работой, почему же Путин не даст этим шестеркам по рукам? — Не знаю. Я не знаю. — Хороший руководитель разве так может делать? — Еще раз говорю. У Путина другая функция сейчас. Совсем другая. Он больше лидер, чем президент, то есть глава исполнительной власти. Для этого есть кабинет министра, для этого есть администрация президента, для этого есть следственный комитет, для этого есть прокуратура генеральная. Они же не просто так все существуют. Путин один не может это решать? Не может. — Как я воспринимаю работу чиновников, в том числе Путина? Я плачу налоги. Причем довольно много. И на эти налоги работает и живет весь чиновничный аппарат, в том числе Владимир Путин. И, соответственно, я чувствую себе, ну, какой-то вклад в его работу. — Да. — И мне казалось, что работа президента страны, чтобы мне, а также еще 145 миллионам человек, в том числе в Кимрах Тверской области, жилось лучше, чем хуже. — Да. — И как это сочетается, если да, как это сочетается с тем, что его функция заключается не в том, чтобы людей моей профессии не кошмарили в России? — Вы правильно определили то, чем должен заниматься любой чиновник, включая президент. Но в разное время инструменты того, чтобы люди жили лучше, а не хуже, да, они разные, они меняются. Да, у нас были тучные годы, когда мы денег не считали. И почему-то в эти тучные годы мы не поняли, что у нас есть громадное количество проблем, в том числе в ЖКХ, в дорогах и так далее, и не вбухали их туда. Прошляпили? Прошляпили. Я говорю про то, что в нынешнем положении России, в том числе в международном пространстве, задача у Путина — не только делать жизнь лучше, не сделать хуже, потому что сделать лучше практически невозможно. У нас, посмотрите, в этом году инфляция какая будет. Будет. Мы по сообщению отрапортовали даже. Мы вернулись на докризисный, доковидовский уровень нашей экономики. Мы сдвинулись куда-нибудь? Нет. Нас ковид остановил? Не думаю, что только ковид. Мы будем переживать сейчас, как и весь мир, определенные трудности. Мы особенно, поскольку мы под санкциями. При том, что вы правильно определили роль, задачи могут меняться. Понимаете? Сегодня в приоритете одно, завтра другое. Мне, наверное, кажется, что это и есть система управления. Перед тем, как к другой теме, перейдем в уточнение. Вы по-прежнему гражданин США? Да. Почему в России много пьют? Ну, я был удивлен, когда посмотрел статистику. Оказывается, в России пьют так себе. Мы что-то на двенадцатом или тринадцатом месте в мире по употреблению чистого алкоголя. Там зашкаливает, по-моему, Венгрию, Польшу. Вот эти пьют. А мы так себе. Михаил Ефремов три года назад у нас на интервью описал себя фразой «Я жизнерадостный пьяница». Как бы вы себя описали? Мрачный алкоголик. Вы алкоголик? Ну, если считать по… как это называется… по врачебным рекомендациям, то да, конечно, алкоголик. Но, видите, я какой-то социализированный алкоголик, поскольку работаю как псих. И это очень тяжело сочетать между собой алкоголизм и работу. Поэтому придется бросать работу. Когда алкоголь стал для вас проблемой? Да это не проблема для меня вообще. У меня нет проблем с алкоголем. Нет. Хорошо. Медицинский. Когда медицинский алкоголь стал проблемой? Да их тоже нет. Я недавно проходил целых три обследования. У меня, кроме возрастных изменений, все в порядке в организме. Вы точно это не помните, но в конце 2015 года в эфире Матч ТВ мы с вами оказались в одной студии. Там была жеребьевка чемпионата Европы 2016. Это декабрь. И просто классическое обсуждение в студии. Там были другие гости. Перерывы между съемками. Вы попросили себе коньяк. Это частая практика? У меня бывали времена, когда я выпивал две бутылки коньяка в день каждый день. Были такие времена, но кончились, слава богу. Когда это было? Это было как раз в тот период, когда вы описывали. То есть программа «Мужская и женская» уже шла? Да. И нет, я пью на работе, я же не скрываю это никогда. Как это выглядит? Ну как это выглядит? Я выхожу за колесы покурить. Стоит маленький стаканчик белого вина. Я делаю глоток и возвращаюсь. Я думал, коньяк ваш напиток? Я от коньяка давно отказался. Теперь только белое вино сухое. Желательно новозеландский савиньон. Были эфиры, когда вы были пьяны? Конечно, были. Как работается, когда пьяный? Ну, Хемингуэй писал же, по-моему, что писать надо пьяным, а редактировать трезвым. Поскольку здесь ничего отредактировать уже невозможно. Конечно, это дикость. Но это накладывается просто на колоссальную усталость. Иногда, да, бывали такие закидоны. Как реагировало руководство? Невозможно же не увидеть, что вы нетрезвый в эфире? Ну, во-первых, это был не эфир, а запись. Это означает, что меня могли прикрыть редактор монтажа. А, просто не показывать вас? Ну, или не показывать в тех моментах, когда это не нужно. А во-вторых, нет. К этому как раз лояльное отношение. Было время, когда я вообще бросил пить. И не пил сколько? Месяца восемь, наверное. Редакторы мои просили начальству, чтобы они заставили меня пить. Потому что иначе программы скучными становятся. Вы пили вчера? Да. Много? Ну, за день две бутылки ушло, да. Белого? Белого. И вы просыпаетесь без бахмелья? Абсолютно. У меня не бывает бахмельника. Я сказал, за день. То есть это за весь день. Ну, а к вечеру вас не развозят от этого? Нет. От этого точно. Есть эфир, где вы разыгрываете библейскую сцену. Вы омываете ноги женщине, которая признается в том, что в молодости она работала проституткой. В каком состоянии вы там были? Во взвешенном. Я не был сильно пьян в тот момент. Почему вы решили это сделать? Мне показалось, что драматизма не хватает в этот момент. Это же знаете как, импровизацию трудно объяснить. Откуда она берется? Почему? Но вот в тот момент я считал, что это как-то всколыхнет немножко программа. Он был прав. Приходилось ли вам за то время, что вы работаете на Первом канале, транслировать не свою точку зрения? Да. И это было даже сказано в программе. Это программа «Процесс»? Да. Программа «Процесс», которую вы вели с Владимиром Соловьевым. Там была фишка, что два ведущих, они полярные мнения отстаивают. И вам часто приходилось отстаивать то, которое вы… Там была история в другом. Мы просто кидали монету перед… Должны были кидать монету перед началом программы, для того, чтобы определиться, кто адвокат, кто прокурор. Прямо здесь сразу. Володя тогда рвался в политику, поэтому он сказал, что он будет отстаивать только свою точку зрения. Что мне осталось? Я отстаивал противоположную. При этом в конце программы дикторский голос говорил, что точка зрения, которую представлял господин Гордон, может не соответствовать его убеждениям. Ну, такая шутка тоже. Если брать последние годы, после Крыма… А что после Крыма? Ну, просто последние лет семь. После Крыма политический контекст чуть поменялся в стране. Все стало строже. Ну, стало строже, да. Но я политикой не занимаюсь. В выпуске программы «Док-Ток» про Алексея Навального это не политика? Нет, это не политика. Что это? Попытка разобраться в том, что произошло, и является ли Навальный сегодня, в том статусе, которому он назначен оппозицией, реальным лидером этой оппозиции. Перед Навальным я чисто абсолютно. Я всегда к нему относился ровно так, как я сейчас к нему отношусь. Я считаю его недалеким человеком, который был использован врагами, скажем так. И все. Поэтому, если бы я говорил раньше одну, а теперь другую, меня можно было в чем-то упрекнуть. Хотя эти упреки мне, если честно говорить, пофигу. Отношение к Навальным может быть любым. В этом есть принцип свобода слова и воля изъявления. Я исключительно про качество продукта говорю. Наши коллеги из издания «Инсайдер» насчитали семь фейков, в одном из эфиров про Навального. В нашем эфире? В вашем. Доктока. Очень жалко. Знаете, почему? Еще раз говорю. Есть авторские программы, где я абсолютно полностью отвечаю за все, что происходит в эфире. И эти программы, как правило, помечены словом «Гордон». Ну, скажем там, «Ночной Гордон» или «Гордон Кихот» или «Гражданин Гордон». Здесь я имею дело с редактурой, которая мне не подвластна. Редактурой «Первого канала». Здесь я ведущий программы. Если бы кто-то в студии высказал сомнения в подлинности этих материалов, я бы тут же это проверил. Но сейчас у меня нет такой возможности. Вы понимаете, что вы отвечаете все равно своей репутации за это? Да, плевать на репутацию. Давно плевать на репутацию. С каких пор? Да с тех пор, как я написал письмо по поводу Ходорковского на их Москву. В 2005 году? Да. Вот с тех пор глубоко плевать на репутацию, потому что я дрожу мнением очень ограниченного круга людей. Очень ограниченного круга людей. А все остальное мне абсолютно по барабану. Это разные истории. Ваше письмо про Ходорковского — это ваше мнение о Ходорковском, о том, как либеральные журналисты к нему относятся, почему они так относятся. Это одно. А программа, где вы обсуждаете человека, который только что чуть не отправился на тот свет, и там огромные фактические ошибки — это другое. Значит, я укажу редакторе на то, что нужно быть тщательным в отборе материала. Или буду подозревать здесь политический умысел. С чьей стороны? Не знаю. Со стороны людей, которые эту редактору осуществляют? Нет, они же тоже не… Со стороны людей, которые руководят этой редакторой? И в этом я не уверен. Вы сказали, что Навального использовали. А вас не используют, когда вы ведете такие программы, где куча фейков? Ну, слушайте, мне за это платят. То есть использовали и Навального, и используют вас? Слушайте, по-другому опять. Навального использовали для того, чтобы поменять ситуацию политическую в России. Правильно? А вас используют, чтобы не поменять ситуацию? Хорошо. Я вот как раз, если говорить про мои убеждения, то это вписывается в мои убеждения. Я не хочу менять ситуацию в России сейчас. Не хочу. А в убеждение Навального вписывается поменять ситуацию в России? Давайте кто кого. Ну, то есть вы занимаетесь тем же, что и Навальный. И его используют, как вы говорите, и вас. Каждый человек, который ходит на службу, если эта служба ему не мила, он используется. Я же говорю, что я на телевидении работаю только исключительно ради денег. Творчество мое на телевидении кончилось довольно давно. Вот с тех пор, как не выходят программы под кодовым словом «Гордон». Репутационные потери меня совершенно не волнуют. Вот репутационные потери, знаете, какого рода меня могут волновать? Я всегда отказываюсь от участия в рекламе. Потому что считаю, что это не мое дело совсем. Хотя там и деньги приличные платят. Но если понадобится, я сдам свои позиции внутренние, да, и снимусь в рекламе за приличные деньги. Не напряжет. Фильм про ЛДПР – это реклама? Реклама, конечно. Политическая реклама. То есть все-таки иногда вы участвуете? Но там-то я бы участвовал не как продавец товара. Ой, там закадровая речь такая, Александр, что вы зря. У нас в интеграциях рекламных иногда не такой call to action. Я уже плохо помню, если честно, поскольку делалось это все не от сердца, конечно, а за деньги. Но нет, вот за это не стыдно. Вы бы смогли вернуться на родину, если бы знали, что сразу по возвращению вас ждет тюрьма? Не знаю. Я никогда в таких обстоятельствах не был. Наверное, нет. Ваш последний брак распался в прошлом году? Да. Почему так произошло? Ну почему браки распадаются? Что-то кончается. Как вы расстались? Как видите, мирно. Мы сейчас снимаем в доме, если мы можем об этом сказать. Ваша бывшая супруга с детьми здесь? Да. Они лето проводят здесь? Или они просто живут здесь? Ну, нос это работает. А дети летом здесь, да. У вас было четыре официальных брака? Да, наверное. То, что у вас пока не получилось крепкой и долгой семьи, вас тяготит? Ну, нет, не это тяготит. Скажу так, слава богу, дети есть. У вас четверо детей от трех разных женщин. Угу. Все верно? Да. Мы когда готовили выпуск про нашего предыдущего героя, стендап-комика Сергея Орлова, я впервые в жизни узнал, что такое РСП. Вы знаете, что это? Нет. Это разведенка с прицепом. Ну, оказывается, есть такое объединение мужчин, которые, в общем, шлют свои лучи хейта и ненависти женщинам, которые в разводе и у которых есть при этом дети. Я был шокирован, когда об этом узнал. Но еще больше я был шокирован, когда в Ютубе наткнулся на видео из вашей программы с Екатериной Стриженовой, где вы говорите следующее. Почему нельзя жениться на женщине с прицепом? На разведенной женщине с ребенком. Первая причина. Первый брак, она уже про... Дальше воскрешивайте руки. То есть нет гарантии, что второй не окончится так же. Вторая причина. Ребенок — это чужое семя. Инвестиция в чужое, грубо говоря, это противоприродно. Третья причина. Отношения между мужчиной и женщиной диктуются любовью. При чем здесь чужой ребенок? И четвертая причина. Если женщина настолько самостоятельна, что она может воспитать ребенка одна, зачем ей мужик в семье? Угу. Как называлась программа? Они и мы, по-моему. Да. Там есть слово «Гордон» в названии программы? Нет. Значит, что это? Значит, что вы не отвечаете на то, что из ваших уст льется? Абсолютно точно. Ну, смотрите, когда актеры выходят играть Гитлера… Когда это происходит внутри художественного фильма «Огни притона», где Катерина Спица играет проститутку с таким прозвищем, и она изображает Гитлера… Всем понятно, что это художественный фильм. Это художественное высказывание. А когда известный журналист и интеллектуал ведет ток-шоу… Смотрите, вот здесь уже две ошибки сразу. Во-первых, я не журналист, никогда им не был. Именно поэтому я за большую часть «Базара» не в авторских программах, не отвечаю. Для меня это текст… текст пьесы. А я актер в этом театре. Я этот текст произношу и делаю это хорошо, раз… Вот видите, убеждаю в том, что это еще и моя позиция. Во-вторых, если говорить про… как вы это… РСП. РСП? Вообще наладить отношения двух людей очень сложно. Это зависит от кучи обстоятельств, от характеров и всего остального. Конечно, если у женщины и у мужчины есть предыдущий опыт, и, не дай бог, дети и там, и там… Это становится просто, гораздо сложнее. Но я же не против этого. Еще раз. Вы так думаете? То, что… То, что сейчас сказали? То, что я сейчас надиктовал. Нет. Это был текст, который я должен был произнести. Правда, текст, который был не навязан мне, а сочинен мною. Вы его говорили, но вы так не думали. В программе был конфликт. Да. То есть вы говорили, но не думали. Ну, давайте вспомним процесс. Та же самая история. Можно допустить ситуацию, что, например, проходит 10 лет, а Владимир Путин уже не президент России и в целом уже не в фаворе. Есть вероятность, что кто-то вам будет показывать это интервью, где вы называете Владимира Путина великим руководителем, и вы там скажете, что это был актерский текст? Или вот именно за эти слова вы отвечаете? Послушайте, мы же сейчас с вами работаем в жанре интервью. Да. Такое интервью. Вы задаете мне вопросы, и я на них отвечаю. Я. Я Александр Гордон. Все, то есть за эти слова вы отвечаете? Я уточнил. Да. Окей. Это была актерская реплика, но потом в студии появилась женщина с девочкой, которая там 6, 7, 8 лет, что-то вроде того. И вы сказали «О, прицеп!» Да, это я не помню. Что бы вы сделали, если бы кто-нибудь Нози про ваших пацанов сказал прицеп? Не знаю. Честно говоря, это меня не очень волнует. Пусть говорят, что хотят. В их присутствии? Ну, в их присутствии, наверное, да. Я рассверепел, так или иначе. А на многомиллионную аудиторию? Вы знаете, что я вам скажу? Повторюсь ещё раз. Не стреляйте в пианиста, он играет как может. Поскольку ту программу было почти невозможно поднять, но чтобы она хоть чуть-чуть взлетела, то там могли доходить до крайности. Сейчас, если вы посмотрите программу «Мужское и женское», вы ни одного ребёнка моложе 14 лет, если нет сопровождения психолога, в студии не увидите. Вы согласны, что именно та ситуация — это прямо подлость, учитывая, что это увидели миллионы людей, и её после этого могли минимум травить, максимум целый вагон психологических проблем? Я полагаю, что для меня это скорее неудачная шутка. Такое бывает. Но то, что неудачная шутка может ранить, это я тоже знаю. Поэтому да, если есть возможность, эта женщина посмотрит эту программу, я бы хотел перед ней извиниться. У вас четверо детей, трое из них несовершеннолетние. Какую сумму алиментов вы платите каждое месяце? Не скажу, потому что это, во-первых, наша договорённость с НОЗой, во-вторых, договорённость с мамой Александрой, моего другого ребёнка. У меня нет судом назначенных алиментов. Это всё по доброй воле. Всё, что вы делаете сейчас в своей карьере, для того, чтобы не потерять работу и не потерять доход? Да, я размышляю об этом уже очень давно. Я восьмой сезон не выдержу. Это просто невозможно. Потому что помимо 12 эфиров еженедельных, которые выпали на мои плечи, записей-то больше в неделю происходит. Это то, что запас имеет. И в моём возрасте я уже не справляюсь никак. То есть я абсолютно убеждён, что мне нужно искать какую-то альтернативу. Но в чём её найти, я пока не понимаю. Сил на творчество у меня уже нет. А менять одно на другое, скажем, один канал на другой, я тоже смысла не вижу. Поэтому вот у меня сейчас… Может быть, одна из причин, по которой я согласился вам дать интервью, это как раз тот тупик, в котором я сейчас нахожусь. Может быть, если я проговорю это или кто-то это услышит, что-то сдвинется с какой-то точки. Но пока довольно тяжело. Я правильно вас понял, что все эти резонансные программы последних лет, в том числе Навальный, они связаны с тем, что вам надо платить много алиментов, и вы не хотели бы терять работу? Алименты здесь при чём? Вам просто не будет достаточно 50 тысяч рублей в месяц? Мне не будет достаточно 50 тысяч, это точно. Да и потом, где я их возьму, эти 50 тысяч, если меня попрут сработать? Но я же говорю о другом. Я говорю о том, что как бы я не хотел зарабатывать эти деньги, как бы я не старался делать это хорошо с точки зрения исполнительского, силы уже не те. Я бы мечтал стать позднером. Одна программа в неделю. И рай на земле. Как вы думаете, много людей посмотрит это интервью и подумает, блин, я помню «Хмурое утро». Я помню, как 20 лет назад он приглашал в студию, очень стильную студию НТВшную, всяких учёных, чём-то умным говорил. Я помню, как он 10 лет назад на Первом канале показывал Балабанова, Сигарева, Меликян и другой русский арт-хаус. А сейчас он выглядит жалко. Ну, ребят, что можно ответить людям, которые именно так, как вы сказали, и подумают? Вот то, о чём вы сейчас сказали. И одна программа, и другая, и третья. Был ещё и Гордон Кихот тоже довольно смелая задумка по тем временам. И даже гражданин Гордон. Всё это оказалось невостребованным. Так же, как и фильмы мои. То есть, если в фильме я хотя бы понимаю, зачем я это делаю, то здесь я делаю только ради денег. А платят за то, что нужно потребителю. А потребителю сейчас больше, судя по рейтингу. Важнее мужское и женское, чем программа с учёными. Поэтому те времена прошли, в эти я не вписался. Я, как Гордон, не вписался. Как исполнитель, как сотрудник Первого канала, чувствую себя вполне нормально. Если бы не эта дикая нагрузка. Что прошло, то прошло, что жалеть об этом. Блиц, я спрашиваю коротко, вы отвечаете не обязательно коротко. Лучший музыкант в истории человечества? Бетхобин. Лучший музыкант, поющий на русском языке? Доградский. Спартак или ЦСКА? ЦСКА. Андрей Аршавин или Артём Дзюба? Я не могу ответить на этот вопрос, поскольку у меня есть рабочие отношения с первой супругой Андрея Аршавина. Не хочу никого обижать в этом смысле. Депутат Толстой ваш друг? Да. Смотрите ли вы порно? Да. Лучшая программа в истории российского телевидения? Что, где, когда. Когда вас в последний раз обманывали? Я не знаю, поскольку я не замечаю обмана. Ну, то есть, если обманули в супермаркете, я же не буду чек разгадывать. А если какой-то другой человек обманул, я не узнал об этом. Ну, как бы, всё равно. Поэтому… Когда вы в последний раз обманывали? Ну, человек врёт ежедневно, поэтому вчера обманывал. Вчера? Сегодня? Сегодня не обманывал, но старался казаться лучше, чем… Чем на самом деле. Считать это за обман или нет, я не знаю. Деньги или честь? Деньги. И финальное. В чем сила? В балабанове. Конкурс. Что будет призом? Вот такая миниатюрка. Я же не помню, кто мне её нарисовал, но здесь я как раз в виде… А, это времена Гордон Кихота. Да, Гордон Кихота, да. А вот кто рядом с Санчо Пайнса на ослике, пусть ваши победители сами догадаются. Конкурс. Александр Гордон – мастер очень едких, иногда циничных комментариев по самому разному поводу. Давайте под этим видео, едко, интересно, может быть смешно, прокомментируем Александра Гордона. Автор самой едкой реплики, либо Александра Гордона на этом интервью, или вообще его работу, его личность, всё, что вам захочется, автор самого интересного комментария получит вот этот прекрасный приз. Комментарий надо оставлять в закрепленном комментарии к этому видео. Александр, спасибо большое. Да, вам спасибо.